Друзья, привет! Вы на канале Боколесо и сегодня в этом видео я хотел показать вам диски Home & Wheels модели 1507. И как вы видите из параметров и названия, которые указаны на этикетке, это диски для автомобилей Skoda Fabia и Rapid. Но на самом деле они также легко встанут и на Polo Sedan или вот на новый Polo, как же его назвать бы, Liftback, да, или наверное, ну в общем, сын Polo Sedan. В общем-то, на эти автомобили эти диски подойдут. Ну и на некоторые другие, допустим, такие как Golf 4, вроде бы тоже 5 на 100 параметры и 57,1 ступица, если памятнее не изменяет. Но в общем, параметры, если подходят, то и диски должны встать. Ну так вот, я, конечно, про Home & Wheels, вы знаете, меня, наверное, надолго отпустило от истории компании, потому что я снял такое огромнейшее видео по Home & Wheels, которое, наверное, не должен был снимать. Его вы можете посмотреть по ссылке в описании и в подсказке, я думаю, что оно тоже вам должно показаться. Ну так вот, моя основная задача после всего этого, после всего того материала, что я в том видео вам дал и рассказал, а если вы вдруг думаете, что знаете о Home & Wheels все, посмотрите это видео, может быть, все-таки найдете что-то новое. Ну так вот, моя основная задача в этом видео показать модель 1507. Вот такая вот модель, она, судя по всему, очень близка и похожа на какую-то из оригинальных моделей Шкода, но выглядит вот так. Ну и на самом деле, про упаковку тоже, наверное, говорить не буду, уже 10 раз все сказано. Упаковка, как и у всех российских дисков, не очень, мы доупаковываем, палетный борт делаем, в общем-то все как положено. Модель выглядит так, в принципе, по Home & Wheels могу сказать, что по качеству дисков, по качеству окраса вопросов, как правило, не было. Вопросы были по всем тем вещам, которые сопровождали эту историю, то есть это логистика, комплектация и все остальное. Ну так вот, диски по-прежнему неплохо выглядят, они тяжелые. Вес мы с вами, конечно, тоже посмотрим после того, как я вам расскажу, что при всем, при том, что они тяжелые, они все-таки и являются достаточно прочными, по крайней мере обратного никто не говорит. Поэтому тяжесть есть, да, у дисков, может быть, это не самая лучшая история, но эти диски очень недорогие, поэтому, наверное, им простительно быть тяжелыми, но плюс заключается в том, что от этого, от количества сплава они становятся более крепкими. А сама компания Home & Wheels говорит о том, что большое количество сплава используется именно на ободе, что дает диску более такую, знаете, ну, выносливость, так скажем, по плохим дорогам. Надо сказать, что вот эту вот лейбочку я просто так сюда прикрепил, даже не приклеивал, ну, а вы можете ее приклеить или можете приклеить что-то другое, потому что штатно идет вот такая вот заглушка, пластиковая, обычная, черная. Спасибо Home & Wheels, что они появились, это вот к вопросу о косяках, не косяках дисков, а косяках логистики, потому что был момент, когда этих колпачков не было, и мы укомплектовывали их, эти диски колпачками. Фирмы Кайка, ну, те, которые комплектуются, точнее, теми колпачками, которыми комплектуются диски Кайка. Ну, вот сейчас я вижу, что колпачки появились, слава богу, но и, в общем-то, такой стикер, который вы можете приклеить. Приклеить Home & Wheels, но можете не приклеивать, можете, я думаю, что есть полно, абсолютно большое громадное количество разных интернет-магазинов, включая там самый крупный китайский, где вы можете заказать под диаметр колпачка все, что вы хотите. Ну, давайте взвесим диск, посмотрим, сколько он весит. Это, напомню, 15-й у нас диаметр, 5 на 100, и давайте глянем, что же там у нас по весу. По весу у нас 8 килограмм. Ну, на самом деле, мне кажется, не так уж и много. Ну, может быть, есть диски и полегче. В 15-м диаметре, конечно же, есть, но, тем не менее, это для недорогих дисков очень неплохо. Ну, и давайте я, наверное, вкратце расскажу вам то, что говорю из видео к видео к дискам. Тем не менее, я вам расскажу о том, что на внутренней части дисков, мало ли, вы на нашем канале впервые, если да, то подпишитесь, конечно же, на наш канал, потому что он полезен, на мой взгляд. Здесь указаны абсолютно все параметры данных дисков, просто потому что, вот, кстати, Хоумин выбито. Допустим, вам нужно приобрести один диск взамен повредившегося с концами, когда восстановить его невозможно. И, естественно, параметры разболтовки, если вы на автомобиле еще знаете, да, тут вообще вопросов никаких нет, их знают все на полу, ну, кто в теме. Диаметр центрального отверстия 57.1 тоже знают все, а вот вылет можно иногда и не знать. Поэтому те параметры, которые вы вдруг не знаете, вы можете всегда найти на внутренней части дисков, на внутренней части спиц. Вот это, кстати, еще любопытная история, наверное, дата выпуск стоит, да? Видимо, точечки это месяца, 3, 4, 5, 6 июнь 21 года, наверное, дата выпуска. Давайте посмотрим, есть ли, а вот, смотрите, партия, видите, 16.06 июня 21 года. Вот теперь вы знаете, как посмотреть еще дату выпуска дисков. Может быть, это тоже вам будет полезно. Ну, а если вам полезно в целом это видео, конечно же, подписывайтесь на наш канал, потому что у нас есть значительно более полезные видео. Я вас уверяю, где вам рассказываю и показываю особенно про шины значительно больше. Ну и, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok